А какую цену вы готовы заплатить за свою независимость? Сколько она вообще стоит, эта независимость? 20 век часто называют веком катастрофы европейского еврейства. Все знают про Холокост физический, но очень мало знают про Холокост духовный и национальный советских евреев. 6 миллионов погибло от рук Гитлера, это мы знаем. А сколько пропало от рук Ленина, Сталина, вплоть до Брежнева? К 1985 году отличить еврея от нееврея было достаточно сложно. Коммунизм забрал у евреев все. Все с большой буквы. Язык, еврит или идиш, историю евреев, которая стара, как и наш мир, и даже имена Аврам и Сара. Из традиции остались Маца, фаршированная рыба и песня 740, которую играли в одном ресторане в Одессе, в ресторане Украина. Знаково, наверное, жидобандеры помогли. Вот и все. Именем Сара, например, не отважилась бы назвать свою дочку в роддоме даже ярая сионистская мама. Сара, между прочим, самое популярное женское имя в Америке уже 200 лет. Евреи плюнули на все и поняли, без Иерусалима и без еврита мы займем скоро почетное место в истории и в музеях рядом с коптами, инками и еврусиями. Евреи взяли и уехали в Израиль. В бесконечную войну, в самые высокие налоги и на землю, где росли только верблюжьи колючки. И сегодня имеют то, что имеют, зато у себя дома и на своем языке. А какую цену вы готовы терпеть за свою независимость? Учить украинский или не учить? Готовить каждого сына и дочку в армию? Платить налоги или не платить? В Израиле, конечно, проще. Там всегда был и будет президент или Вайсман или Гройсман. Так что пенять только на себя. Это пост Уриэла Штерна, одного из журналистов, давно уехавшего в Израиль. Хочется только добавить. Действительно так. Если Украина хочет быть независимой, она должна уметь платить эту цену. Просто потому, что она очень долго была в зависимости от России. И я тоже считаю, что Украина должна стать своего рода маленьким Израилем. И, может быть, к сожалению, готовится к тому, что она будет находиться в вечной войне. И, может быть, у нее будет свой сектор Газа. И посмотрите на евреев, с какой гордостью их парни и девушки уходят в армию. Как родители готовят детей с самого детства к тому, что им придется защищать их маленькую землю. И посмотрите на то, чего они добились. И вот еще что очень сильно волнует некоторых людей. Вопрос, который коротко упомянут в этом посту – учить или не учить украинский. Штерн не отвечает на этот вопрос. Но я, как человек, который уже очень много лет живет за границей, могу сказать, что этот вопрос в некоторых странах вообще не обсуждается. У каждой страны есть свой национальный язык. Украине нужно гордиться тому, что у нее есть свой язык. Да, пусть славянский, но отличающийся от русского или белорусского. Этот язык нужно охранять, потому что язык – это основа культуры. И вопрос не должен стоять, будет ли два государственных языка или еще как-то. Язык должен остаться один, и нынешнее поколение, которое подрастает, они должны знать этот язык. Попробуйте без английского языка прожить в Америке. Попробуйте без немецкого языка прожить в Германии. У вас этого просто не выйдет. И здесь этот вопрос не обсуждается. Если ты хочешь получить гражданство немецкое, первое, что ты делаешь – ты сдаешь языковой тест. Ты показываешь, что ты можешь владеть языком, что ты пишешь, читаешь, и уж у тебя нет никакого отторжения от этого языка. Если ты каким-то образом покажешь, что у тебя нет уважения к этому языку, ты никогда в жизни не получишь гражданство этой страны. И именно так, вот так жестко должен стоять вопрос об украинском языке. Тем, кому это не нравится, пожалуйста, у вас есть рядом замечательная большая страна Россия, где все говорят по-русски и будут всегда говорить по-русски. Собирайтесь и уезжайте туда. И не надо сопли мотать, что вы здесь родились, вы здесь давно жили. Если вы уважаете эту страну, вы найдете себе в силы выучить язык этой страны и уважать язык этой страны. Если вам станет немножко грустно, подумайте о том, что на этой земле есть страна, где борется уже очень-очень много лет, полностью окружена врагами. И тем не менее, она стала беспрецедентным примером прогресса и цивилизации и нормального отношения в 21 веке ко всему. Спокойно, рационально, основываясь на своих национальных интересах. Вот это хочется пожелать Украине от всего сердца. Продолжение следует...